эскалацию террора, который выкрыстовывает беларуский режим супрать мирных предостовцев и громадской супольности Беларуси. 12 листопада 31-годовый активист Роман Бондаренко помер у больницы, у Менску, после того, как его сбили до смерти полицейские. Гэта был выник жудесных деяний у беларускага режима, который заразу ступил у войну со своим уластным народом. После 100 дён протестов, которые начались с 9-го жнивня после подманных и сфальшеванных выборов, больше за 1000 беларусов уже были арештованы на момент 15 листопада и зараз сидят у турмах за кратами. ОМОН протягивает разгонять мирные демократичные протесты, выкорыстовывающие дубинки, газ слезоточивый, гумовые кули и водные водомёты, каб разгонять людей кожные выходные и тысячи людей терпеть от этого кожный тыдзень. Мы вельми удячны о Канаде за то, что она заняла вельми принциповую и вельми настойливую позицию по Беларуси. И за то, что она протягивает, настойливая над тем, что демократы в Беларуси повинны перемогчить. Так само весь свет мусить признать, что перемены потребны в Беларуси вельми худко. Потому что каждый день сегодняшнего режима, это значит, что люди губляют своё житё, разбураются семьи, и люди терпеть и платят своим здоровьем и счастьем своих детей и житём своих близких. Символичные меры, которые зараз примаются и канадским урадам, на узровне декларации, и европейскими краинами, яны недопамогут тому, каб спынить террор и гвалт у Беларуси. У Беларуси зараз саправды отбывается геноцид. Гэтаму есть масса свеченю, и гэтая документы, видео, сбираются каждый день правооборонцами и международными организациями. Мы не можем, беларусы, мы сами не можем справиться без допамоги. И для гэтага нам потребна поддержка всего демократичного света, каб спынить гэтый террор, примусить Лукашенко сэсті, и нарешцы, каб наступили демократичные змены у Беларуси. Вясна, а правооборончая организация весна, шмат разу уже репартовала и протягивая опубликовать, что с людьми обыходится крайне жорстка подчас опошних арестов. Яны атакуюць и арестуют людей, мирных, беззбройных, которые просто идуць по улице, навад не подчас протестов. Врываюцца полицея у наше кватеры, у наше дамы, людей хапают просто на улице, каля кавярню, людей хапают у крамах, и гэта навад амаль ніяк не звязана с протестами. Мы все бачили видео и фото с дымки, которые кожный день з'являются, и гэта саправды жахліва. Зараз личба арештованных у Беларуси уже наблизилась и перебольшила 30 тысяч. И амаль, что 900 з'их уже обвинувачены у криминальных злочинствах. Это тяжко, Вельми. Вы ведаете все, что здарылся у Новой Боровой на гэтым тыдні, что люди засталіся без воды на три дні, что люди были без затепленья дні, закрылся школа, закрылся дитячий садок, люди не могли до доктора звернуться в поликлинику. И все гэта простое, что жахары гэтага района были разом, выходзели на мирные акции у своих дворах, запрашали до сябе творцев, робили концерты, робили святочные розные падзеи у дворах. Просто за то, что они хотели быць разом, подтримлюваць один одного, вот зиме такое зробили. Гэта не прымальна. И Вельми зараз разумела, что режим Лукашэнкі, он не будзе слухать. Ніякія международная організація, ніяких палітакаў, он просто ўже пашоў в гэты винту, гэту спіраль, и гэта ўже сіла, и гэта ўже фашизм. Гэта ніяк нельга называць дэмократычными абу палітычными мерамі. І адзіны шлях, на каторый зараз кіруецца Лукашэнка, гэта масава репрэсія. Мы, адымя згвартавання Беларусаў Канады, працягываем працаваць канадыскімі палітакамі, і просім їх прыняць терміновыя меры. Мы просім увесці боль жорсткіе санкцыі супрэцрежымы Лукашэнкі, бо толькі экономічныя санкцыі, і моцны тіск наурад па всіх каналах, здоліць пыніць гэта гвалт і здоліць пыніць репрэсія зупрэць беларускага народа. Мы не бачылі такога ўзроню репрэсія ў Беларусі ад другой сусветныя вайны. Мы все бачылі гэта фотосдымкі, дзе з аднаго боку паліцаі і фашысты, а з другого боку сучасный беларускі Амон, і то, што наробіць людзьмі на уліцах, ў дамах і ў публічных міццах. Мы, адымя згуртавання беларуса ў Канады, я думаю, адымя ўсіх жыхароў в Канаді, хто адчуваець сувіць з Беларусі, мы асуджаэм гэта, мы супрэць гэта гэта, і мы заклікаем кожныга беларуса за мяжой ў Канадзі падаваць свой голыц любымі макчымымі спосабамі. Мы не павінна маучаць, ім там на Беларусі цяшка, ім страшна. Супрэціх пушкі, супрэціх граны кулі, супрэціх гумывай акулі, гранаты, іх можна заразумець, калі яны баяцца вызці на уліцу, а мы тут на гэта не маэм права. Мы павінны выходзіць, мы павінны писаць, мы павінны дапамагаць любымі спосабамі, каторэя нам даступны. Тому што без нас, і аны там не будзач адчуваць падтрымкі, і аны будзач баяцца адчуваць цябі безабароннамі. Тому я вас прошу, калі ласка, любымі спосабамі, в Рашыма, пісьмамі, у дзелам онлайн некіх мераприємствах, пішіці лісты своїм дапутатам, калі ласка, калі у вас є стікаваць більш чільна працюваць зі своїми дапутатами, вось тут-то Змітар Каратеев, працтавнік ЗБК, каторэй займаецца палітычными сувіззямі з канадайскімі палітыками, і он раскажа все, што ў нас заразіось, як вы можцца допомагчі на палітычному фронті у Канадзі. І вялікі вам дзякуя, што вы працягуєте, прихоззіць на гэтай акцій, я ўже ведаю тут кожны твар, і вельмі пріямна бачыць людзей, каторэя пастаянна долучаюцца, іта вельмі важна нам зараз быць разам. Вялікі дзякуй! Жыве Беларусь! Жыве!